Представить вам Инесса Тушканова, Тушканова Моторспорт, директор, обладатель Кубка России по автоспорту. Инесса, пожалуйста, вам слово. Пожалуйста, друзья. Здравствуйте всем участникам форума. Я тоже выйду. В общем, у нас такая тема, что мы будем популяризировать автоспорт в нашей стране, из-за границы и нашу страну. Я расскажу немножко, начну с маленького, про личное продвижение бренда. Мы все знаем, что очень тяжело попасть на телевизор, что не транслируют наши спортивные соревнования. В общем, каким образом мы можем привлечь зрителя? То есть, во-первых, это опрятный вид спортсмена. То есть какие-то нашивки, яркие комбинезоны желательно, чтобы они выглядели одинаково. Второе – это работа со зрителями. То есть не нужно на соревнованиях прятаться по кафе, по кустам, по машинам. Нужно выходить к людям, давать им возможность вас потрогать, так сказать. Они для этого пришли туда с вами поговорить, позадавать глупые вопросы, потому что у нас автоспорт не освещен. Пораздавать календарики какие-то тоже это нужно сделать. Да, скажете вы, это большие затраты, но лучше там, я думаю, перенастроить на 98-й бензин машину и подарить людям радость, типа, реализировать спорт, чем проехать на один километр быстрее. Вот. Потом еще что? Вид автомобиля. У нас, к сожалению, в России все машины практически чаще всего их не клеят. Они клеят в дизайны, потому что, опять же-таки, это дорого. Но машина должна гоночно иметь вид, чтобы ее где-то напечатали в журнале, чтобы на нее обратили внимание, чтобы ее сфотографировали, чтобы к ней подошли и с ней сфотографировались. Да, может быть, у вас пока нет спонсоров, но, может быть, мы все верим, что они когда-нибудь у нас появятся. Но они не появятся, если ваша машина будет постоянно голой, и она будет везде мелькать в журналах некрасивой и особенно грязной. Это есть большая проблема. То есть практически весь пилотон ездит без наклеек, ездит грязный, ездит неопрятный. То есть это никакого рекламного вида не имеет. Соответственно, никто туда клеить ничего не будет хотеть. Дальше. Я забыла. Надо вспомнить. По поводу вида было. По поводу общения было. В общем, популяризация общения с масс-медиа. Вот. Опять же, нас не хотят показывать по телевизору. Но, в общем, как пел Иван Дорн, не надо стесняться. Всем пилотам и организаторам нужно обращаться на все телепередачи, ток-шоу, поднимать скандалы, поднимать вопросы. Не важно, пусть это будет пилот или пилотесса, которая пойдет в «Давай поженимся» или в «Дом-2». Это не важно. Нам нужно привлекать внимание всячески в автоспорт. Через любые источники. Через любые дурацкие, скажете вы, передачи. Но профильные, к сожалению, смотрят мало. И чаще всего они очень нудные. Поэтому там внимание не задерживается. У нас публика молодая, динамичная, демократичная. Им, в общем, интересно. Со стороны организаторов очень сложно смотреть ралли. Во-вторых, небезопасно. И кольцо, в принципе, тоже. Его еще смотреть скучно, потому что, в общем, там что-то растянулись после первых трех кругов. И что там, кто там первый, в общем, можно только по онлайну смотреть. В ралли еще хуже. Просто куда-то уехали в лес, и никого нет. Интернет в лесу не работает. Посмотреть, кто едет первый, невозможно. Я ездила много по соревнованиям, и выступала, и зрителем была, когда сходила. Я обращала внимание на то, что организаторы подтягивают маленьких партнеров, делают всякие такие. У нас тоже, кстати, есть такой опыт в Санкт-Петербурге. МТ Эллада делает свой трамплин, в общем, в каждых кустах. Там всегда очень много СМИ, и все там очень стараются красиво, хорошо прыгнуть. Соответственно, а, вы получаете хорошие фотографии, б, вы еще получаете приз. В Европе это тоже немаловажно. То есть в Европе тоже вы получаете приз, иногда денежный. И зрительские зоны. То есть грейдерам чистится зона, делается дорожка, чтобы безопасно зрители могли туда попасть. И оформляется в баннеры спонсоров, так сказать, или партнеров. Вот, еще вспомнила по поводу наклеек машин, опрятного вида команды и пилотов. Если у вас нет денег, это частая проблема такая. Нужно идти и договариваться бартером. Не важно, что. Вам дадут футболку, вам дадут шапку, вам дадут комбинезон, дадут наклейки, и вы сами их будете клеить. Может быть, какая-то контора вам наклеит их. Но это уже будет вид пилотона и вид команды более дорогой. Соответственно, вы сможете в следующий раз просить уже какой-то более высокий бюджет на новые шины, на хороший спортивный бензин. Ну вот как-то так. Инесса, аплодисменты вам. Ну что же, Инесса, у меня сразу же вопрос. Вы знаете, вот Тигран такую вот поднял тему относительно, ну, не работы не с традиционными СМИ, а вот продвижения в Инстаграм, в социальных сетях. Обязательно, обязательно, да, конечно. Скажите, пожалуйста, как вы продвигаете себя в интернете? Знаете, я знаю то, что вот в Инстаграм там 60 тысяч подписчиков и один. Вот это один, это я. Ну, я знаю, вижу, смотрю, слежу. Да, сто. Ну, это да, шутка. Но 60 тысяч, это точно, мне кажется, это очень-очень много. И как вы все-таки себя продвигаете в интернете? Вот еще по поводу продвижения. Для каждого участника и экипажа очень важно во время соревнований выкладывать каждый день информацию о экипаже, о том, что они делают, какие результаты показывают. Потому что чаще всего за этим никто не следит. А если кто-то что-то увидел там или услышал, нужно лично информировать, так сказать, через социальные сети. Желательно вести свой канал на YouTube, выкладывать онборды. Это тоже очень интересно, потому что бывают курьезные моменты. Как раз этот экшен, которого всем не хватает, а на ралли его очень сложно словить, потому что там от 100 до 300 километров специальных участков. Точно так же и на кольце вы сели, на этой трибуне, а авария была на той. И, в общем, все пропустили, зря пришли. Соответственно, дорогие участники экипажа, пожалуйста, выкладывайте все, что может быть интересно зрителям. Работайте с социальными сетьми. Еще обязательно с YouTube. Сейчас даже Instagram вывел новую систему, то есть оплатное продвижение, потому что все до этого накручивали себе подписчиков, кому-то платили компьютерщиком, а сейчас уже официально Instagram берет за это деньги. Да, нет никаких секретов. Я получила когда-то 60 тысяч подписчиков благодаря Эрику Давидовичу, который сейчас в местах не столь отдаленных. Но вот мы с ним занимались пиаром. И вот с тех пор это все стоит. Но я хочу сказать, что это работает, потому что куда бы я ни приехала, в какую страну, у меня есть узнаваемость. То есть будь это Америка, будь это Индонезия, будь это Австралия. То есть до такого доходит, что на Канарских островах я на улице могу встретить знакомых. О, Инесса, ты у нас отдыхаешь. Ну, то есть как-то это очень-очень, во-первых, приятно, а во-вторых, это очень странно. Ну, и во-вторых, что это дает? То есть то, что люди знают за границей, что вы профессиональный пилот, следят за вами и видят ваши умения. Я могу в любой стране получить спортивный автомобиль, покататься и получить удовольствие. И еще получить поддержку и помощь локальных спортсменов, какие-то секреты, когда мы ездим на международные соревнования. Это очень немаловажно. Благодарим вас, Инесса, аплодисменты. Ну что же, я думаю, мы пригласим вас занять свое место. Спасибо.